Ревущий мотоцикл, мрачная экипировка и грозный вид. Именно так большинство людей представляют себе байкеров. Но что стоит за первым впечатлением? Какие они современные любители мотоциклов? Об этом мы поговорим с Алексеем Мещеряковым, руководителем Копейского мотосообщества «Байкоп». Алексей, здравствуйте. Алексей, вот многие копейчане, в принципе, что-то слышали о клубе мотоциклистов, кто-то видел вас на улицах. Но вот что-то конкретного, кто, что, как, где, когда образовались, не знают. Давайте начнем, вот я предлагаю, с какой-то такой небольшой исторической справки. Когда в Копейске появилось сообщество, клуб по интересам, получается, по мотоциклиным интересам? Решение о создании мотоклуба, вернее, на тот момент мотосообщества, родилось в 2013 году. Значит, идея собраться была у группы мотоциклистов города Копейска. У нас было 4-5 человек. Мы решили, что почему просто так катаемся по нашему городу. Мы хотели себе заявить. Поэтому мы придумали фирменное название «Байкоп» и начали работать над логотипом. А в 2015 году мы решили уже создать мотоклуб. Это уже отличалось от мотосообщества тем, что у членов мотоклуба уже есть какие-то обязательства. Каждый член мотоклуба отвечает за свои обязанности. Есть устав. И мотоклуб – это гораздо серьезнее, чем мотосообщество. Вот «Байкоп», то есть это «Байкеры Копейска», сокращенно, видимо, да? Аббревиатура «Байкоп», да, это родилась из «Байкера Копейска». Мы очень долго придумывали наш логотип, обратились к дизайнерам. Они нам разработали очень симпатичную картинку. Мы ее разместили на наших знаменах, на нашивках и везде используем эту атрибутику. А где вы базируетесь? То есть есть у вас какой-то офис? Да, совершенно верно. То есть с 2016 года мы сняли в аренду боксы на поселке Горняк у 13-й школы. Боксы бывшей больницы сделали там ремонт и на сегодняшний день находимся именно там. То есть у нас большая территория, порядка 3-4 боксов больших под грузовые машины. Там мы производим ремонт, совещания, собираемся перед поездками, обсуждаем разные вопросы. Вот как-то так все это происходит. А из кого состоит ваш клуб? То есть участники ваши кто? По возрасту, по профессии? Смотрите, участники нашего мото-клуба – это очень разнообразные люди. От директоров до рабочих. То есть чем отличается мото-движение наше? Что у нас каждый член равен друг другу. То есть получается, что равноправие по возрасту примерно одинаково. То есть самый молодой у нас 33 года, самый старший – 48 лет. Активный возраст такой у вас, участников? Да, то есть от 33 до 48 в этом диапазоне. Вот вы, получается, ветеран клуба, тот, кто начинал его. Один из первых, я бы сказал, да, один из первых, но не единственный, конечно. То есть у нас было несколько человек. К сожалению, на сегодняшний момент остались не все из тех, кто начинал с нами все это продвигать. Но, тем не менее, люди новые к нам присоединяются. И все хотят поучаствовать в жизни мотоциклетной города Копейска. Ну, я понимаю, что главным условием участия в вашем клубе является наличие, собственно говоря, мотоцикла и любовь к мототехнике, да? Вот какая у вас база мотоциклетная в клубе и вообще что это за? Значит, смотрите, база мотоциклетная, это очень такой интересный вопрос. У каждого мотоциклиста, значит, от одного до нескольких мотоциклов. То есть бывает, что у человека два мотоцикла, три мотоцикла. Бывают мотоциклы, квадроциклы. То есть вплоть до мопедов, велосипедов, то есть все это присутствует. Ну, конечно, основные мотоциклы это у нас чоперы. То есть железные, хорошие, красивые мотоциклы. Чоперы. Конечно, мы не против спортов. То есть спорты тоже могут присутствовать в нашем мотоцикле. А экипировка? Есть какие-то правила по вашей экипировке? Не знаю, там условия какие-то, вы меняете ее? Мотоэкипировка это персональная такая составляющая мотоциклиста. Значит, хорошая мотоэкипировка стоит достаточно дорого денег. Продается в специализированных магазинах. Но не каждый может себе ее позволить. Поэтому, ребята, многие вместо, допустим, мотобот одевают, берцы, что тоже защищает ноги, конечно, не в полной степени. Джинсы, обязательно кожаные куртки. То есть это спасает все во время падения. Поэтому не нужно пренебрегать безопасностью. Нужно использовать лучше и подороже экипировку, чем вообще никакой. Ну, понятно, для безопасности еще и шлемы используются. Да, шлемы, это обязательно. Шлем даже мы не обсуждаем. То есть без шлема ездить, это как бы самоубийство на самом деле. Хотя на самом деле со шлемом у меня достаточно интересный вопрос. Наличие шлема на мотоциклисте, это как непристегнутый ремень у водителя автомобиля. Ну, с моей точки зрения вообще. То есть человек, который едет в машине, он не пристегивается. То есть он рискует своей жизнью. Так же и мотоциклист, в принципе, может и не одевать шлем. Но он так же рискует своей жизнью. И даже, я бы сказал, в большей степени, чем автомобилист. Хорошо. Вот мы сюжет о вашем клубе делали три года назад. И тогда вы рассказывали о том, что сейчас юридически оформляете документы для того, чтобы уже проводить какие-то мероприятия, официально участвовать в мероприятиях. Что удалось сделать вот за эти три года, скажем так? А может быть и раньше? Да, на самом деле все это делалось не зря. То есть, во-первых, благодаря юридической регистрации мы можем арендовать помещения, можем заключать различные договора. Ну, кроме этого, значит, в этом году мы провели совместно с мото-сообществом города Копейска «Свои», которое шифровывается как «Сила, воля, общий интерес». Это поселок Октябрьский. Значит, у нас даже такие есть. Мы провели первый Копейский фестиваль. Фестиваль, который назывался «Копейский привал». Значит, это происходило 15 июня этого года. Да, фестиваль проходил на озере Половинка в поселке Заозерный. Фестиваль шел два дня. Значит, достаточно интересно получилось и здорово. Количество мотоциклистов приезжих, около 70 человек, да, около 70-75 в этом диапазоне. Приехали разные города. То есть, это был Челябинск, Коркино, Миас, Шадринск и Манжелинск. То есть, достаточно много городов откликнулось и приехали к нам в гости. То есть, фестиваль, в принципе, удался, я бы сказал. Ну, это фестиваль, цель его общения больше, обмен опыта? Цель общения, обмен опыта, да. То есть, получается, собираются люди с разных городов. Именно мы редко встречаемся, поэтому вот такие фестивали нужно проводить. Кроме этого, конечно, существует и культурная программа, то есть, это различные музыканты. То есть, да, то есть, ну, шоу-программы обязательно должны присутствовать при этом. А среди байкеров есть музыканты? То есть, вот хобби, помимо увлечения мотоциклами или иные другие хобби есть? Ну, вы знаете, каждый байкер – музыкант в душе, на самом деле. Почему? Как это понимать? Что за параллелизм такой? Ну, я бы сказал, 50% мотоциклистов умеет играть на гитарах. То есть, и поэтому, когда мы собираемся, мы частенько просто сами музицируем. То есть, такое бывает, да. На гитарах поем, перед кострами сидим. То есть, вот как-то так. А другой, вот совместная деятельность, кроме фестивалей, участия? Совместная деятельность – это мото-пробеги. Значит, в прошлом году представители нашего клуба вместе с мото-сообществом православного общества, да, то есть, существует такое мото-сообщество, именно православное общество, в котором находится очень много священнослужителей, то есть, не именно Челябинска, а по всей России, проводили мото-пробег. Значит, представители нашего клуба тоже участвовали в этом мото-пробеге. Назывался он «Путями твоими». А пробег осуществлялся через 12 городов. То есть, это Челябинск, Воронеж, Севастополь, Симферополь, Белгород. Ну, то есть, достаточно такие далекие города, я вам сказал. Вот, это было очень интересно. На самом деле, очень жалко, что мало народу присутствовало именно из нашего мото-клуба. Всего один человек от нас ездил. Кто этот человек? Это был Павел Малиновский. Самый возрастной человек. То есть, самый опытный человек нашего мото-клуба, я бы сказал. Ну, и как ему по впечатлению? Вы знаете, ему очень понравилось. Я думаю, что в следующий раз он тоже присоединится. И я думаю, что кто-то еще из наших сотрудников, хотел сказать, членов клуба поедет обязательно. А вообще, вот, как люди к вам относятся? Больше какая реакция? Положительная, отрицательная? Вот, когда вы едете, когда у вас фестиваль? Знаете, 50 на 50, на самом деле. То есть, бывают люди, которые положительно относятся, бывают, которые отрицательно относятся. Поэтому, однозначно, я вам точно не скажу. Ну, конечно, больше положительного, я бы сказал. Потому что мы не несем такой негатив, как, допустим, это было раньше. То есть, сейчас это все немножко по-другому выглядит. То есть, 99% ездят в шлемах, 99% ездят с документами, в экипировке, на зарегистрированных мотоциклах. То есть, претензий к ним особых нет, кроме как, допустим, агрессивное вождение или что-то еще. Но, опять же, это дело каждого. И, ну, мы пропагандируем, конечно, более спокойную, нормальную, лояльную езду. И чтобы все документы были в порядке, и каски всегда люди носили. То есть, мы стараемся в положительное русло перевести вот это движение. Ну, вы же еще и в социальных проектах принимаете участие, да? В социальных проектах, да. То есть, мы участвуем в жизни города очень активно. То есть, мы стараемся, значит, ездим в детские дома, подарим подарки на праздники, да. То есть, на 9 мая мы обязательно участвуем. Каждый 9 мая, последние 3 года мы, ну, не возглавляем, мы находимся после пожарной техники. Едем, то есть, выставляем мототехнику старинную. То есть, это ИШ-49, Уралы, то есть, ну, все это делаем костюмированно, да. То есть, достаточно здорово и красиво все это выглядит. Конечно, на следующий год, насколько я помню, будет юбилей 9 мая. И, ну, мы постараемся сделать что-нибудь более весомое, но пока это в планах. Алексей, спасибо за беседу. Сегодня гостем итогов недели был Алексей Мещеряков, руководитель Копейского мотосообщества «Байкоп». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова